Депутаты городского совета нового созыва провели первое выездное совещание на объектах муниципального предприятия комбинат бытового обслуживания. Перед началом формирования городского бюджета на 2020 год народные избранники решили ознакомиться с работой муниципальных предприятий. Подробнее в материале моей коллеги Ольги Русол. Муниципальное предприятие комбинат бытового обслуживания одно из самых крупных на Ринмаре. К тому же в его ведении находятся такие стратегические объекты, как, например, городская свалка. С неё и начали объезд муниципальных объектов. Не секрет, что сейчас полигон переполнен, но работы по рекультивации уже начались. Срок до 2023 года эта территория должна претерпеть изменения в лучшую сторону. Здесь будет оборудована площадка для мусоросортировочного комплекса и мусоросжигательного комплекса. И в перспективе планируется, что весь накопленный мусор, который привозится сейчас машинами, он будет прямо с колес перерабатываться. И на выходе будет либо полезная фракция, либо отходы, которые подлежат захоронению. Кроме того, предприятие КБ и БО назначили региональным оператором по обращению с бытовыми отходами. А это значит, что утилизация мусора выйдет на новый современный, а главное – экологичный уровень. Следующий пункт назначения – месторождение торфа. Его территория составляет 6 гектаров. Добыча этого полезного ископаемого здесь ведётся на основании лицензии – порядка 10 лет. За это время добыто 4,5 тысячи тонн грунта. Запасы месторождения составляют примерно 70 тысяч тонн. Грунт по своим характеристикам очень хороший. Мы летом сдавали на анализы в Архангельске. Заключения есть. Заключения… Даже нам сказали, что в Архангельске такого грунта не везде можно найти. Ещё один важный объект, который находится в ведении предприятия – банно-прачечный комплекс в микрорайоне Городецкий. Как раз в момент посещения объекта льготникам здесь выдавали квартальные талоны на услуги бани. В городском бюджете на эти цели предусмотрено порядка 34 миллионов в год. Для того, чтобы получить талон, во-первых, нужно иметь свидетельство льготника. Вот, ну, той или иной категории. У нас их согласно постановлению администрации 13 категорий льгот. Приходите сюда, мы выдаём наше удостоверение. То есть мы регистрируем этого человека, выдаём наше удостоверение. Ну, естественно, для того, чтобы, скажем так, ввести учёт, ну, естественно, должна быть фотография на удостоверение. Происходит раз? Раз в год. Вот это раз в год получаем удостоверение. А раз в квартал? Раз в квартал. Получаем талоны на квартал. Здесь же в здании бани расположен прачечный комплекс. Заказов хоть отбавляй. В основном услугами прачки пользуются крупные предприятия организации города. Химчистка есть? Нет, химчистки нету. Ну, раньше была химчистка, знаете. Ну, очень нелетабельно. Да, очень нелетабельно. Ну, сейчас есть возможность, скажем так, есть оборудование, машинки специальные, сушильные, стиральные. Вот. И плюс химикаты, которые... Ну, будет химчистка, но не в полной мере, как та химчистка, которая привыкла к этому виду. По словам руководителя комбината, возродить так необходимую жителям города химчистку можно. Надо лишь докупить необходимое оборудование. А это уже вопрос финансирования. Сегодня муниципальное предприятие, комбинат по обслуживанию бытовому, это все-таки стратегическое предприятие. Потому что занимается и ТКО, и банно-прачечный комплекс. Поэтому внимание в данном случае должно быть ульяно максимальное. Это прежде всего обслуживание наших жителей, людей старшего поколения. В планах депутатов городского совета посетить еще ряд муниципальных предприятий, чтобы изнутри изучить существующие проблемы для последующего их решения.